Здравствуйте! С вами Швейна Сарик. И наше сегодняшнее видео посвящено застежке пола. Вариантов выполнения застежки пола существует множество. Но все эти варианты делятся на две большие группы. Это обработка с помощью планок, классическое поло, и обработка с помощью обтачек. Эти застежки иногда еще встречаются под названием застежка гольф. Первый способ обработки застежки гольф с помощью обтачки вы увидите в этом видео. Смотрим. Много сложностей вызывает соединение застежки и обработка горловины воротником. В этом видео мы подробно покажем, как соединить воротник с горловиной, закрыть все срезы киперной лентой и как аккуратно обработать торцы застежки. Поэтому мы подготовили следующие детали для работы. Деталь полочки, деталь спинки, обтачка, полоска клеевого флизелина для дублирования разреза, деталь воротника и киперная лента. Сейчас деталь полочки лежит к вам лицом. Красной ниткой прометана линия середины переда. Застежку мы будем выполнять на мужскую сторону. И зеленой ниткой, посмотрите, справа от линии середины переда у нас намечена линия разреза. Расстояние между серединой переда и линией разреза равно половине ширины планки в готовом виде. В данном случае полтора сантиметра. Обтачка разреза. Длина обтачки равна длина разреза, умноженная на 2, плюс 2 сантиметра на осноровку у горловины. Ширина этой обтачки равна двойная ширина застежки в готовом виде, плюс 1 сантиметр на обработку края и плюс 0,3 на притачивание обтачки к разрезу. Полоска клеевого флизелина будет укреплять у нас разрез с изнанки. То есть мы ее будем с вами подклеивать вот сюда. На детали полочки с изнанки проклеили линию будущего разреза полоской клеевого флизелина. А для того, чтобы не путаться, где у нас лицо, где изнанка, изнанку пометили, поставили отметку. То, что касается дублирования обтачки. Данный вопрос всегда решается индивидуально. Можно использовать тонкую клеевую прокладку на всю площадь планки. Можно проклеить только край, который будет притачиваться к разрезу. А если у вас ткань стабильная, то можно вообще не проклеивать, чтобы не утяжелять эту планку, не делать ее слишком плотной. Для того, чтобы нам рассчитать размеры воротника, нам нужно промерить длину среза горловины полочки плюс длину среза горловины спинки и умножить на 2. В данном случае у нас эта линия равняется 17 сантиметрам, значит умножить на 2 – 34 сантиметра. И половина воротника, вот эта вот линия втачивания в горловину, у нас также равняется 17 сантиметрам. Это половина воротника. Сгиб по средней линии и сгиб по линии отлета. А вот так будет выглядеть воротник в изделии. На детали полочки делаем разрез. И теперь разворачиваем полочку вот так, в прямую линию. Обтачку предварительно подготовим. Один из продольных срезов приутюжили на сантиметр. И обтачку приутюжили пополам. У обтачки находим середину. Поставьте здесь либо карандаш на отметку, либо булавочку. Ни в коем случае не делайте рассечки. Потому что ширина шва в данном случае будет 0,2-0,3. И рассечка в конце концов высыпется. И середину обтачки прикладываем вот к этой метке, которая обозначает конец разреза. И прикладываем ее со стороны середины переда. То есть вот таким образом. Середину планки совмещаем с концом разреза. Фиксируем булавкой. И теперь скалываем планочку с разрезом. Она должна выступать у вас немного за горловину. Осноравливать мы ее будем попозже. И точно так же вторую сторону. Строчку будем прокладывать на 0,2 от края. Особое внимание нужно уделить вот этому месту, чтобы строчка обязательно захватила обе детали. Иначе здесь будет дырка. Прокладываем строчку на 0,2. Не доходя приблизительно 2,5-3 см до середины разреза, рекомендуем уменьшить длину стежка. Для того, чтобы это место у нас получилось более стабильным. Мы поставим 2,0. И продолжаем работу. Здесь, конечно же, все нам будет мешать. Поэтому оставляем иглу внизу, в нижнем положении. Аккуратно все разворачиваем. И для того, чтобы не промахнуться, даже можно это место прокрутить вручную, чтобы не захватить лишние участки ткани. И дальше мы опять можем вернуться к строчке, которая у вас была выставлена с самого начала. А вот что должно у вас получиться. Строчка проложена на 0,2 от края. И в области середины разреза строчка захватывает оба слоя. И ткань полочки, и обтачку. Посмотрим с лица. Да, посмотрите. Не должно быть вот на этом месте никаких заминов и защипов ткани полочки. Если получились, придется переделать. Припуски шва заутюжен на планку. Планку приутюжили. И вот так у нас будет выглядеть уже застежка в готовом виде. Вот посмотрите. Вот планка. Она у нас с самого начала была приутюжена пополам. Да, вот она. И вот так у нас будет выглядеть застежка. Но здесь есть одна секретная фишечка. Вот на этой стороне планки, которая у нас туда прячется, необходимо высечь лишнюю толщину. Тогда она будет выглядеть более изящной и более ровной вот по этому краю. Что мы для этого делаем? Мы ее обратно разворачиваем. Прорисую карандашом, чтобы было виднее. Вот это у нас линия сгиба планки. Вот это линия сгиба планки. Мы отступаем отсюда сантиметр. И отсюда сантиметр. И по этим линиям лишнее высекаем. Вот этот кусочек лишний мы отрезали. Убираем его. Он нам не нужен. И теперь заворачиваем планку обратно. Таким образом мы избавились от лишней толщины. Но срез у нас по-прежнему закрыт и выглядит аккуратно. На данном этапе обработку планок приостанавливаем и будем втачивать воротник в горловину. Для этого оснорабливаем торчащие планки по контуру выреза горловины. С одной стороны. На нижней детали планки линия осноровки должна повторять контур горловины. Вот мы ее отмечаем карандашиком. Естественно на изделии вы ее отметите мылом или мелом, или исчезающим маркером. Главное, что она должна быть не прямой, а немного изогнутой. Переносим линию середины на нижнюю деталь планки. Вот так. Воротник начнем втачивать, отступив пару миллиметров от линии середины на верхней детали и закончим втачивать, не доходя пару миллиметров до линии середины на нижней детали. Для изделий пола либо используют готовые вязаные воротники, тогда они полностью готовы к втачиванию в горловину. Они однослойные и края у них обработаны сразу. Если вы готовите воротник из трикотажа, тут надо решать вопрос, дублировать его или не дублировать. Подобные воротники можно делать из полоски рибаны. Тогда, естественно, дублировать вы его не будете. Но если вы используете кулирку или кулирку с лайкра, здесь на ваше усмотрение. Все-таки эти ткани тонковаты, и для того, чтобы воротник держал форму, лучше их продублировать тонкой трикотажной клеевой. В данном случае мы этого не делаем. Это учебный образец. Сейчас мы будем стачивать торцы воротника шириной шва 1 см.